В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Я профессионал, студентка СРФТ и завоевала золото на Всероссийской Олимпиаде. Пушкинский день, 6 июня в России, отметили праздник, посвященный памяти великого классика. Спортсмены Федерации воркаута проводят тренировки для всех желающих на спортивных площадках стадиона Икары в детском парке на улице Сосина. Далее расскажем обо всем подробно. Победителем 6 сезона Всероссийской студенческой Олимпиады «Я профессионал» и обладательницей золотой медали по направлению машиностроения стала студентка физико-технического факультета СРФТИ Екатерина Самарина. Своими впечатлениями о участии в проекте «Я профессионал» студентка поделилась с нашей съемочной группой. Екатерина Самарина учится на четвертом курсе бакалавриата по направлению технологии машиностроения. В этом году во Всероссийской студенческой Олимпиаде «Я профессионал» Екатерина участвовала во второй раз. Выбрала для себя 8 направлений подготовки. На отборочном этапе все состязания были в онлайн-формате. По результатам тестовых заданий студентка СРФТИ прошла на заключительный этап сразу по пяти направлениям. «Теплоэнергетика», «Материаловедение», «Углеродное регулирование», «Машиностроение» и «Биофизика». «Машиностроение», «Материаловедение» и «Теплоэнергетика» проходили очно в различных городах. Это Нижний Новгород, Самара и Москва, я писала. Соответственно, давали задания. Задания приближены к тому, что мы изучаем в институте. Особой подготовки даже не надо. Ты смотришь демонстрационный вариант, вспоминаешь, что проходил». В Олимпиаде Екатерина решила испытать себя как в своих основных учебных дисциплинах, так и в дополнительных предметах. На очных этапах студентке предстояло решить прикладные задачи и кейсы, которые были приближены к рабочей сфере. В прошлом году девушка была победительницей Олимпиады по материаловедению. В этот раз Екатерина взяла золотую медаль по машиностроению, а также снова победила по направлению материаловедения. Девушка отмечает, что Олимпиада «Я профессионал» дает для студентов много возможностей. «Это всякие различные конференции, это стажировки в различных местах, это бонусы от России страна возможностей, там больше чем путешествия они дают бесплатные путевки, это, ну, соответственно, денежные премии, это баллы при поступлении в магистратуру». Кроме всех этих возможностей студентка получила и денежную премию. Екатерина Самарина – первый золотой медалист Всероссийской Олимпиады «Я профессионал» из РФТИ. Также еще один студент Игорь Орлов принес институту бронзу по направлению физика. По Нижегородской области всего шесть медалей Олимпиады «Я профессионал», из которых две у Саровского физико-технического института. «Нам очень важно понять, какова оценка нашего труда, насколько наши знания, тот материал, который мы даем студентам, позволяет им лидировать в таких серьезных конкурсах. И, конечно, золотая медаль показывает, что все у нас здесь в порядке, что уровень знаний достаточен не просто для трудоустройства, а для завоевания медалей в такой вот крутой Олимпиаде». Также с РФТИ вошел в топ-43 российских вуза по количеству медалей Олимпиады «Я профессионал». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Глава Сарова встретился с председателем правительства Республики Мордовии. Главная цель визита – обсудить возможности сотрудничества в рамках проекта создания безглютеновой продукции. На первом этапе планируется выращивать амарант и получать семена этой культуры. Другая важная информация в подборке – коротких новостей. В следующем году в российские школы вернут уроки черчения. Такое поручение дал Владимир Путин. В 2019 году предмет убрали из общеобразовательной программы. Основы черчения вернут для всех школьников, а углубленные курсы – для учеников инженерных классов. За прошлый год в Сарове отремонтировали здания 24 общеобразовательных учреждений. На шести объектах выполнен капитальный ремонт, а еще 24 учреждения оснащены новым технологическим оборудованием и мебелью. В этом году Саров получил дополнительное финансирование на капитальный ремонт фасада школы номер 17 и капитальный ремонт кровли лицея номер 3, а также на ремонтные работы в детских садах номер 5 и 30. Добрый пес с трудной судьбой собака по кличке Бонд попала под грузовик. С перебитыми задними лапами его принесли на усыпление, но врачи решили за него бороться. После нескольких перенесенных операций Бонд снова может ходить, хоть и немного хромает на одну лапку. Малышу всего 4 месяца, сейчас ему ищут новый дом. От паразитов обработан привит, с кастрацией помогут, когда подрастет. По всем вопросам звонить плюс семь девятьсот тридцать семьсот тринадцать пятьдесят четыре шестьдесят шесть. С первого апреля в системе ГТО появилась возможность инициировать получение бронзового и серебряного знаков отличия, не дожидаясь окончания года. Для этого необходимо зайти в свой личный кабинет и найти кнопку «Получить знак отличия», активировать ее и подписать электронное заявление. Так вы ускорите процесс получения заслуженного знака отличия ГТО. Однако до конца отчетного периода, 31 декабря этого года, повторно получить знак отличия высшего достоинства уже будет нельзя. Клуб подводной охоты «Тритон» на протяжении восьми лет проводит в Сарове городские общественные мероприятия по очистке дна и берегов водоемов от мусора. Организует спортивные соревнования в бассейнах и на открытой воде. Члены клуба выезжают ловить рыбу в разные места России. Также «Тритон» обучает всех желающих плаванию на задержке дыхания. Подробности далее. Во время подводной охоты ныряльщик ловит рыбу руками, гарпунами или подводными ружьями с задержкой дыхания. Для такой охоты человек надевает специальный гидрокостюм. В Сарове тоже есть активные любители такой рыбной ловли. В ноябре 2015 года они объединились и создали клуб подводной охоты «Тритон». Клуб занимается и общественной деятельностью, проводит городские мероприятия по очистке дна и берегов водоемов от мусора, организует спортивные соревнования по фридайвингу и ловле в бассейнах и на открытой воде. Мы участвуем в зарублении вместе с другими организациями водоемов Нижегородской области и Республики Мордовии. Сдаем деньги, помогаем там, соответственно, приобретать малька. Ну и совместно выезжаем на охоты, отдых. Сейчас в клубе порядка 20 человек. Самое ценное в коллективе – общение единомышленников и обмен опытом. Как правило, охота начинается с осени, когда вода светлеет. Участники «Тритона» не ограничиваются только территорией города, но всегда ищут новые места для подводной ловли. Клуб выезжает на Мокшу, Аку, Волгу, Чебоксарское водохранилище. У меня получается по карте посмотреть место. Я еду туда сначала на разведку, а потом уже ребятам говорю, мы собираемся, стоит ли туда ехать, не стоит. Глубина в первую очередь должна быть, закоряженность, потому что любая подводная охота проходит в таких местах, чтобы глубина была, закоряженность, потому что рыбы там держатся. Подводное плавание на задержке дыхания развивает объем легких и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Клуб «Тритон» обучает этому всех желающих от 18 лет в бассейне «Дельфин». Тренировки проводят в среду в 20.50 и в воскресенье в 20 часов. Для этого не обязательно уметь плавать под водой, даже в принципе плавать, хотя плавание приветствуется, конечно, умение. Могут прийти и потренироваться. Но мы не ставим целью в данной ситуации довести до соревновательного уровня, а в общем-то такие начальные навыки, которые пригодятся в повседневной жизни. Запись по телефону 312-29. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». День рождения Александра Сергеевича Пушкина отметили в детской библиотеке «Сарова», которая вот уже 16 лет носит имя великого поэта. В праздничном концерте приняли участие ученики школы номер 13. Они прочитали стихи Пушкина. А в исполнении воспитанников и педагогов детской школы искусств ребята услышали произведения Чайковского, Глинки, Хачатуряна и других композиторов. Кто такой Александр Сергеевич Пушкин, где он родился, как жил и что с ним произошло на дуэле? Об этом и не только рассказали библиотекарей имени Пушкина, ребятам из 13-й школы на традиционном литературно-музыкальном концерте, посвященному дню рождения великого поэта. Пушкин – это гений, который, я думаю, что пройдут поколения, и все равно, я не знаю, родится ли еще на нашей русской земле такой же гений в поэзии, как Александр Сергеевич Пушкин. Вот, поэтому я думаю, что дети должны знать Пушкина, вот, и должны знать даже тот язык, который был у Пушкина, прошло все-таки много лет, больше 200 лет, когда он писал свои стихи. Это непросто понимать язык Пушкина. Даже сказки Пушкина, они непросты для понимания современных детей. В этом году в концерте приняли участие ученики школы номер 13. Они прочитали стихи Пушкина. А в исполнении воспитанников и педагогов детской школы искусства ребята услышали произведения Чайковского, Глинки, Ракова и других композиторов. На концерте большое внимание библиотекари уделили семье Александра Сергеевича – маме и папе, бабушке и няне. Но больше всего детям запомнилась история об отношениях маленького Саши с его старшей сестрой Ольгой. Когда вся семья собиралась на бал, Ольге шили желтое платье из старого материала. Девушке платье не понравилось. Она его не захотела одевать, я одела синее платье. Они дальше ругались в том, что надо одеть желтое платье. Но она сказала, я лучше повешусь, чем одену то платье. И Пушкин очень хотел поехать туда. И поэтому он там взял у мальчишки гвозди и молоток и начал бить в стену. Вот с помощью этого так они и поехали на пол. Библиотека имени Пушкина носит имя поэта уже 16 лет. К дате сотрудники приготовили для юных читателей массу интересных программ. Например, этим летом дети смогут принять участие в громких чтениях, мастер-классах, а также посетить игры дворянских усадьб, которые уже стартовали в библиотеке. Посетить их может любой желающий с 9 до 18.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 17 38 без возрастных ограничений. Спортсмены Федерации воркаута проводят тренировки для всех желающих на спортивных площадках стадиона Икары в детском парке на улице Сосина. Федерация воркаута появилась в Сарове в прошлом году. О том, как инициативная группа сыровчан продвигает спорт в массы, расскажем далее. Проект «Либерти воркаут» начался с друзей-единомышленников, которые болели уличным спортом и регулярно собирались на тренировки на турниках. Потом пришла идея создать в городе сообщество воркаута, чтобы объединить всех любителей спортсменов. В октябре прошлого года инициативная группа официально зарегистрировала себя как Федерация воркаута «Либерти воркаут». Суть нашей Федерации заключается в том, чтобы продвинуть воркаут и калистенику по сути одно и то же, но с небольшими нюансами в массы. Показать людям, насколько это зрелищный вид спорта. По этому виду спорта устраивается масса соревнований. Атлеты уже побывали на соревнованиях по воркауту в Кулебаках, показали себя на городском мероприятии «Атомный воркаут» и даже провели собственные соревнования «Дворовая физика». Сейчас ребята проводят уличные тренировки на турниках для всех желающих. Специального оборудования не нужно, все упражнения выполняются собственным весом. Даже если вы не знакомы с воркаутом, опытные спортсмены помогут вам освоить базовые элементы. Мы всегда рады новичкам, мы поможем в тренировке базы, то есть подготовки к более сложным элементам, это просто общая физическая подготовка. На наших тренировках мы развиваем силу, выносливость и стараемся научить, выучить новые элементы для связок. Если вы думаете, что упражнения на турниках и брусьях не для девушек, то ошибаетесь. Участники «Либерти воркаут» готовы подобрать комплекс упражнений и для представителей с прекрасного пола, направленной на жиросжигание и тонус тела. Совместные тренировки – отличная мотивация. Среди единомышленников и опытных наставников можно получить поддержку и ценные советы. Воркаут для меня стал три года назад реально как образ жизни. Я приехал из Томска, и там очень много студентов в этом виде развивается. И всегда тренить с ними было как особой мотивацией, когда ты смотришь, что кто-то умеет что-то лучше тебя, и у тебя начинает получаться лучше, ты стремишься. Так вот набрался опыта с ними, приехал сюда. Тут многие берут с меня примеры. «Либерти воркаут» проводит тренировки на спортивной площадке для воркаута на стадионе «Икар» и в детском парке на улице Сосина. Занятия будут проходить во вторник и четверг в 18 часов, в воскресенье – в 15 часов, до тех пор, пока держится теплая погода. Из-за дождей тренировки могут отменить. Всю актуальную информацию смотрите в группе «Либерти воркаут» ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!